Новоселье спустя Современный индустриальный парк вместо заброшенного завода В Ижевске началась реновация 300-го производства И как жили калмецкие удмурты В Селтинском районе приступили к реализации большого этнографического проекта Более полумиллиарда рублей получит республика на дополнительное финансирование больниц и поликлиник из федерального бюджета Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин Дополнительные деньги предоставляются, чтобы помочь медучреждениям своевременно и в полном объеме оказывать помощь пациентам Из-за распространения коронавируса нагрузка на медорганизации продолжает оставаться высокой А это требует дополнительных расходов, которые не предусмотрены в бюджетах территориальных фондов ОМС Отмечается в распоряжении Всего российским регионам будет выделено более 25 миллиардов рублей Республиканский реестр обманутых дольщиков сократился 48 человек в ближайшее время получат ключи от новых квартир Ожидание новоселья затянулось на несколько лет Как удалось решить проблему и сколько еще обманутых дольщиков остается в реестре, расскажет Александр Демидов Сергей и Наталья получают ключи от своей новой квартиры Новоселья ждали почти 15 лет Еще в 2007-м решили купить квартиру в строящемся доме на улице Льва Толстого Но застройщик обанкротился 15 лет тому назад мы купили квартиру химстроя Стали обманутыми дольщиками И вот 15 лет мы ждали, когда выделят земельный участок, когда найдут застройщика И когда решится наша проблема Эти 15 лет приходилось, наверное, под съемным в каком-то квартире? Ну, конечно Новую квартиру Панаскины получили по республиканскому закону Чтобы получить земельный участок под строительством многоэтажки Застройщик обязан выделить часть квартир для обманутых дольщиков К программе подключились почти все крупные строительные фирмы Например, в этом доме новые квартиры получат почти полсотни обманутых дольщиков С 2014 года мы провели уже более 29 конкурсов 151 человек в общей сумме у нас уже получили реализацию своих прав То есть они действительно благодарны за то, что у нас есть теперь возможность Честно сказать, мы брали на себя обещания, мы их выполнили И здесь надо отдать должное застройщику Который тогда участвовал в конкурсе на земельном участке На котором мы сегодня стоим уже в построенных домах И обещал этим людям, что он вовремя введет дома До конца 2020 года у них действительно будет уже дом сдан в эксплуатацию Сегодня еще 120 обманутых дольщиков ждут завершения строительства дома на улице Петрова Его сдать строители обещают во втором квартале этого года Всего по республике в реестре обманутых дольщиков остаются 180 человек Александр Демидов, Юрий Егоров, Новости Порядка 160 семей смогут в этом году приобрести жилье на особых условиях Правительство региона расширило список получателей льготной ипотеки Соответствующий документ обубликован на официальном сайте До этого момента получить льготную ипотеку могли многодетные родители Семьи с детьми-инвалидами, ветераны боевых действий, пострадавшие от пожара Теперь в этот список включили работников IT-сферы Эта мера позволит привлечь кадры в активно развивающуюся отрасль Напомню, программа по льготному ипотечному кредитованию действует в республике третий год В этом году на ее реализацию в региональном бюджете заложено 35 миллионов рублей Кадры потребуются и на новой производственной площадке Которая развернется на территории некогда заброшенного предприятия 300-го производства, работа которого остановилась еще в 90-е Теперь здесь появится индустриальный парк Как началась заводская реновация, расскажет Альбина Валежанина Реконструкция этой производственной площадки уже на стадии завершения Здесь будут собирать оборудование для атомных электростанций Рассказывает Фаниль Зеедина в главе республики Масштабный проект по возвращению к жизни площадей Когда-то известного всем 300-го производства Стремительно набирает обороты На подходе 28-го февраля уже в Калифинстан Это ключевое оборудование под так называемые эллисты Это уникальное производство Это специально под теплообменную аппаратуру Атомных электростанций Ижевский электромеханический завод «Купол» Выкупил этот комплекс общей площадью превышающей 15 гектаров И 100 тысяч квадратных метров производственных и административных помещений год назад До 2024 года в его реновацию предприятие вложит порядка 3 миллиардов рублей Цель этого проекта – диверсификация производства На данной производственной площадке будут размещены все гражданские направления деятельности нашего предприятия Кроме того, площади серьезные Здесь же будут функционировать в таких же условиях, как примерно на той части, которая уже прошла реконструкция резидентов Так называемые резиденты технопарка Под проекты резидентов планируют отдать 50% площадей Намерение о создании здесь большого индустриального технопарка власти республики И руководство предприятия закрепили соглашением о сотрудничестве Для Удмуртии это ключевой проект, который даст республике более тысячи новых рабочих мест И порядка 2 миллиардов налоговых отчислений ежегодно По словам Александра Бричалова, статус индустриального парка будет получен уже в ближайшее время Тогда можно будет рассчитывать еще и на субсидию из федерального бюджета Мы будем, конечно же, вкладываться в инфраструктуру вне парка Это подъездные дороги, тротуары Ну, собственно, та логистическая инфраструктура, которая служит людям Потому что 1100 человек должны приезжать, пользуются транспортом, общественным транспортом и так далее Ну и поскольку продукция, имеется в виду гражданская продукция, МЗ Купол находится в моем личном портфеле, клиентском То, конечно, будем все то, что будет здесь производиться, активно продвигать А пока здесь уже выполнили первый госзаказ Собрали и готовят к отгрузке промышленное холодильное оборудование Альбина Валикжанин, Илья Дериньяев, Новости В Удмуртии начался прием заявок от педагогов, готовых работать в сельских школах в этом году По федеральной программе «Земский учитель» 13 человек смогут получить при переезде и трудоустройстве по миллиону рублей Условия для претендентов на федеральные выплаты те же, что и в прошлом году Это возраст не старше 55 лет и обязанность отработать по месту направления не менее 5 лет Выбирать участников программы будут по конкурсу И у регионов есть право устанавливать дополнительные критерии Во-первых, дали небольшой бонус в баллах для молодых специалистов Те, кто закончили 3 года назад и менее То есть им добавляется плюс 5 баллов, когда идет рейтингование Затем, если человек переезжает из села в село, наоборот, минус баллы по Удмуртской республике Если человек переезжает к нам за 200 километров и более, большое количество баллов добавляется Дополнительные условия, по словам министра, вводятся для более справедливого отбора Напомню, в прошлом году в сельские школы по программе «Земский учитель» пришли работать 14 педагогов Но потребность в специалистах в селах по-прежнему высокая Особенно ждут учителей математики, физики, биологии и иностранных языков Прием заявок продлится до 15 апреля «Я умею волшебство» – так называется книга, которую создавали совместно художники, волонтеры, педагоги и маленькие пациенты реабилитационного центра «Адели» Это тот самый случай, когда важен был не только результат, но и процесс Совместная работа стала и частью реабилитации А все участники решили – это нужно повторить Когда ждать новых книг, у авторов поинтересовались наши журналисты «Я умею волшебство» – это книга – результат совместной работы волонтеров проекта «Авторы детям», педагогов и особенных детей Вместе они создавали сборник более полугода Взрослые придумывали стихи, занимались версткой Дети вместе с волонтерами рисовали иллюстрации к напечатанным в ней детским историям У нас все проекты, по большому счету, они вот так и собираются У нас большая команда друзей Каждый что-то может, каждый в чем-то силен И мы, объединившись, очень большие задачи можем решать Издание этой книги – это не просто положительные эмоции и общее занятие А большой социальный опыт для особенных детей Сегодня об этом с уверенностью говорят не только педагоги центра, но и родители юных художников Сначала было очень трудно, мы рисовали вместе, занимались творчеством рука в руке непосредственно И вот уже примерно, наверное, с полгода ребенок может работать самостоятельно По стелью он работает уже самостоятельно, то есть работает простым карандашом, раскрашивает С гуашью нужна небольшая помощь ребенку, но тем не менее ребенок получает от этого удовольствие И потом, приходя домой, показывает всем свои работы, говорит, что это я сделал, это мой рисунок Проект «Авторы дети» – общероссийский К нему присоединились уже более десятка городов страны В Удмуртии его амбассадором стал реабилитационный центр Адели Именно туда приходят волонтеры-художники учить детей рисовать Выстраивая тем самым социальную направленность волонтерства Мы видим, как уже тихонько, особенно с началом пандемии Начинается то социальное и медицинское обслуживание с помощью наших волонтеров-медиков Которые приходят, вы знаете, на помощь нашим пожилым С помощью наших социальных работников, которые тоже не только социальные работники, но уже и волонтеры Поэтому наша главная задача как раз привести уже к социальному волонтерству, несобытийному Я думаю, что в течение нескольких лет мы обязательно этого совместного взаимодействия достигнем В планах волонтеров и педагогов центра Адели издание в этом году еще двух детских книг Наталья Байгозина, Илья Дериндяев, Новости В Селтинском районе снимут фильм про калмезов Так называли удмуртов, которые проживали в бассейне реки Кельмесь Сейчас местные краеведы изучают фольклор, обычаи, костюмы калмезских удмуртов Работа предстоит большая Весь материал, собранный в этнографических экспедициях, систематизируют, а позже представят в различных изданиях С проектом этнотелега ее авторами познакомились наши корреспонденты Посмотрите, вот эта середняя часть, она почему-то сместилась То есть эта вот середняя часть, она должна, где была, вот так пришита Методисты дома ремесел Селтинского района изучают элементы традиционных костюмов калмезов Так называли удмуртов, проживавшие в бассейне реки Кельмесь У них был свой диалект, традиции, обычаи и костюмы Это красное яркое платье Галине Булдаковой досталось от родственницы Та ей рассказывала, что наряд случайно уцелел во время большого пожара Бежит и видит между это, пожар идет и между половицами, говорит, что-то светится Красное такое бордовое Она, говорит, взяла вот это и под подол, говорит, спрятала и пошла дальше А оказалось, говорит, это платье Всего методисты дома ремесел смогли собрать во время этнографических экспедиций Порядка десяти нарядов калмезских удмуртов По ним здесь планируют отшить костюмы для своего местного фольклорного ансамбля Старинные образцы платьев, которые характерны как бы конец 19-го, начало 20-го века Видно, что они по-своему украшены Имеют такую вот как бы окраску По подолу такая вот идет сама по себе складочка Очень интересная Этнографическая экспедиция – это часть большого проекта «Этно-телега» Он реализуется на средства президентского гранта В планах местных краеведов собрать и обобщить сохранившийся фольклорный материал калмезских удмуртов В планах авторов проекта – создание аудио- и видеосборников с записями песенного творчества калмезских удмуртов Издание книги с рецептами национальной кухни Мы покупаем звукозаписывающую хорошую аппаратуру Записываем аудиопесен Десять песен мы записываем Пять из них находим самые такие интересные И делаем уже видеоклип То есть вот костюмы, которые будут уже сшиты, приготовлены Изготовлены костюмы В этих костюмах коллектив Тоже сурмашурский коллектив И мы уже делаем клип Итогом проекта станет создание интерактивной экспозиции и фильма Рассказывающей о жизни калмезских удмуртов Оксана Худякова, Вероника Ваулина, Илья Дериндяев Новости На этом я с вами прощаюсь До встречи в эфире